Куда обращаться в случаях нарушения правил пандемии? Случаи несоблюдения правил пандемии в общественных местах происходят довольно часто, и об одном из них редакцию информировал житель города. Его сообщение мы передали директору администрации Виргинию Субукаускасу и попросили его ответить на вопрос, кто должен контролировать ношение масок в общественных местах и соблюдение социальной дистанции. С 11 по 14 ноября в Висагенсе выступал передвижной цирк. Как информировал нас читатель, зрители посещали это мероприятие без QR-кода. У половины из них не было масок, не соблюдалась дистанция, люди сидели вплотную друг к другу. Кто должен был контролировать соблюдение правил в цирке и вообще кто контролирует соблюдение правил пандемии в общественных местах? Добрый день. В плане опять этого вопроса. Мне интересно, когда этот вопрос задается редакцией, может быть, с опозданием, например, даже целую неделю, дня три. Ведь это, если это было, например, конкретное нарушение. Почему житель сразу не сообщил 112, если есть нарушение правил? Сегодня есть единый телефон в республике, если, скажем, что касается несчастья, что касается нарушений, тогда принимается решение. Потому что в этой ситуации пандемии очень много контролирующих органов. Есть и где самоправление, где полиция, где этот национальный центр общественного здоровья, где даже есть и служба по защите прав потребителей и так далее. Когда нет конкретного факта, это все я сегодня контролировать не могу. То есть и хотя всем, когда было выдано разрешение по организации этого мероприятия, каждому, кому выдается, указывается, что когда проводятся массовые мероприятия, как они должны соблюдать требования по ведению экстремальной ситуации. Потому что эти ситуации, бывает, меняются каждую неделю, например. Вот такой был бы ответ. А я всегда хотел, если видите конкретные нарушения, в первую очередь не обращайтесь, не в фейсбук выкладывайте. Если видите, что угрожает здоровью, звоните 112 и будет приниматься мера. Потому что в этот, что выкладываем в фейсбук или другие социальные сети, это просто уже сегодня, говорим, просто по окончанию. То есть в этого никто никому ответственности не примешь. У нас очень часто в некоторых магазинах как раз нарушаются правила. То есть человек может прямо из магазина позвонить 112. Да, любому. Стоит напомнить, что в течение уже длительного времени ежедневно в Висогенесе заболевают от двух-трех десятков человек. Поэтому во время пандемии, конца которой пока не видно, всем нам необходимо соблюдать установленные правила. В то же время и самоуправление, выдавая разрешение на проведение массовых мероприятий, вероятно, тоже должно контролировать, соблюдают ли организаторы предписанные им правила. Продолжение следует...